Присутствие на пляже спасателей, наличие специальной вышки, информационных счетов, акта исследования дна. Это далеко не полный перечень условий, которые нужно выполнить владельцам пляжей, желающих этим летом принимать гостей. Правда, даже на этом прошедшем проверку пляжей купаться пока нельзя. Ещё недостаточная температура воды для купания. Официально не открыт ещё сезон, не объявили по телевидению. Но, тем не менее, есть все заключения СС. Нужно только получить разрешение Роспотребнадзора. Краевом управлении Роспотребнадзора отмечают, они могут проверять пляжи по заявлению жителей. Правда, в прошлом году таких обращений совсем не было. Но ведомство не оставляет места отдыха без контроля. У нас есть план исследования воды в поверхностных источниках и зон рекреации. Мы в рамках мониторинга такие исследования проводим. На сегодняшний день выдано предписание ФБУС-центр генопедемиологии, и они будут проводить данные исследования. По данным 2015 года у нас бывали случаи, когда пробы песка и воды не соответствовали данным требованиям гигиенических нормативов. Всего в этом году по краю примут отдыхающих 26 пляжей. Из них 18 расположены в детских лагерях и базах. Большинство из них на озерах Шарыповского района. Таким образом, общедоступными будут всего 8 мест. Как отмечают в региональном управлении МЧС, во многих городах и селах есть места массового отдыха, но приведением их должный вид власти не занимаются. Из правил для организации, я говорю, в любом случае, необходимы какие-то финансовые затраты, необходимы какие-то другие вложения. И работа в этом направлении довольно сложная, объемная. Но они идут путем того, что свои непостановления запрещают, как правило, те места, где больше всего собирается людей в летний период. Далеко за примерами ходить не надо. Вода манит людей, и вот уже на пока не открытый для посетителей Абаканской протоки в Красноярске собрались желающие освежиться в жаркий день. А в Минусинске вообще нет специально организованных мест отдыха. На весь район из одобренных пляжей только три в оздоровительных лагерях и один на турбазе. Но люди продолжают купаться, несмотря на запрещающие знаки. И подчас это приводит к печальным последствиям. В этом году утонувших на водоемах Минусинского района и города Минусинска нет. А по практике прошлых лет, да, были происшествия, люди тонули. Но в основном тонули в местах, не санкционированных для купания и также в состоянии алкогольного опьянения. Работники пляжей и эксперты напоминают и о том, что порядок на пляжах зависит от самих отдыхающих. Поэтому, выезжая на природу, лучше оставить дома питомцев, а возвращаясь домой, выбросить за собой мусор. Анна Московских, Павел Пателицин, Андрей Крупнов. Новости.